Бэтмен «Всея Голливуда» и обладатель Оскара Кристиан Бэйл впервые появился на экране в 12 лет в сериале «Анастасия. Тайна Анны». Ему досталась роль цесаревича Алексея. Настоящая слава обрушилась на актера чуть позже. В 87-м году 13-летний Кристиан снялся в «Империи солнца» Стивена Спилберга. На роль претендовало более 400 мальчишек, но Спилберг выбрал именно Бэйла и не прогадал. Игра юноши привела в восторг кинокритиков США, которые вручили ему престижнейшую премию Национального совета. Родители Бэйла выбрали единственно верную тактику в этой ситуации – не наживаться на мгновенной славе юного дарования. Они помогали сыну выбирать интересные и разнообразные роли и удержать его от многочисленных соблазнов Голливуда. Извините. Я сдаюсь. Я сдаюсь. Я сдаюсь. Я сдаюсь. Обладательница Оскара Натали Портман проснулась знаменитой в 12 лет после выхода на экраны фильма Люка Бессона «Леон». Образ созданной юной актрисой стал каноническим. Каре, тяжелые ботинки, черная лента на шее и крайне дерзкое, недетское поведение. Спрашивается, как это позволили ее родители. Отвечаем. С большим трудом Натали буквально выпросила разрешение принять участие в кастинге. Нелегко после выхода кино на большие экраны Натали пришлось в школе. Поддержку актрисе оказали родители. Настояли на размеренной учебе, а не на дальнейших попытках добиться успеха на большом экране. Возможно, именно поэтому Портман так гармонично и легко шагнула впоследствии из категории «Детей звезд» в лигу уважаемых взрослых актеров. Я уже привыкла к пропасти между тем, чему верят люди и тем, что видела я сама. Продолжатель актерской династии Михаил Ефремов начал выходить на театральную сцену с 12 лет. А потом вместе с отцом Олегом Ефремовым снялся в фильмах «Дни хирурга Мишкина» и «Когда я стану великаном», где ему досталась сразу главная роль. Взрослый кинодебют актера, который произошел уже после его службы в армии, состоялся в 88-м, тогда Ефремову было уже 25 лет. И он сыграл за главную роль в мини-сериале Вячеслава Никифорова «Благородный разбойник Владимир Дубровский». Сегодня фильмография Ефремова насчитывает более 150 фильмов, включая и сериалы, и «Это далеко не предел». А каков он ваш предел успешности?